Вот новый поворот и мотор ревет. Что он нам несет? Пропасть или взлет? Эта песня группы «Машины времени» звучала практически с каждого окна вот этих пятиэтажек в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века. И сейчас «Машина времени» как бы поможет нам перенестись во времени в те 90-е, когда один парнишка здесь в Майкудуке днем и ночью целестремленно работал над собой и, став настоящим профессионалом в боксе, высоко поднял флаг Казахстана на мировой арене. Поэтому, живя в Караганде и показывая улицы Караганды, я посчитал своим долгом в этой пешей прогулке показать район, где жил этот парень, который внес этот огромный вклад, чтобы весь боксерский мир и мир любителей спорта узнали о нашем Майкудуке, который является одним из районов Караганды. Я говорю о Геннадии Головкине. Сейчас я нахожусь на перекрестке четырех микрорайонов Майкудука. Слева 11-й А микрорайон, напротив него через дорогу 12-й микрорайон. И вот еще одна дорога, как граница разделяет 12-й от 13-го микрорайона, который перед нами сейчас открылся. И напротив него, но сначала аллея проходит, там автостанция, там дальше, начинается еще один микрорайон, 14-й. Сегодняшняя наша пешая прогулка пройдет именно по 14-му микрорайону Майкудука, где вырос Геннадий Головкин. Вы на YouTube-канале Караганда и я, с вами, как всегда, Аман Смогулов. Да, именно 14-й микрорайон – это то место, где прошло детство, юность Геннадия Головкина, где он учился в обыкновенной школе, которую мы также посмотрим сегодня. Именно здесь он вырос и стал тем, кем является сегодня. Если и найдутся сегодня такие люди, которые сейчас спросят, а кто такой Головкин, то таких наверняка единицы. И, скорее всего, это не карагандинцы. Ну, или те, кто по каким-то необъяснимым обстоятельствам оказались очень далеко от мира бокса. Но и для них я сейчас с большим удовольствием коротко расскажу, кто такой Геннадий Головкин. Хотя и все остальные наши земляки, я уверен в этом, будут не против еще раз послушать о нашем сегодняшнем герое. Так как о жизни таких людей, как Гена, можно повторять множество раз. Тем более, он является нашим земляком. Прочитаем, что говорит Википедия. Геннадий Геннадьевич Головкин родился 8 апреля 1982 года. Караганда. Казахская ССР. СССР. Казахский боксер-профессионал, выступающий в средней и второй средневесовой категориях. Серебряный призер Олимпийских игр 2004 года. Чемпион мира 2003 года в категории любителей. Среди профессионалов двухкратный чемпион мира по версии IBF, WBA и IBO. Действующий чемпион мира по версии IBO 2011-2018 года с 2019 по настоящее время. Бывший чемпион мира по версии WBC 2016-2018 год. IBF 2015-2018, 2019-2023 года. WBA 2010-2018, 2022-2023 года. The Ring 2018 год в среднем весе. Победил 15 боксеров за титул чемпиона мира в среднем весе. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring. От 27 сентября 2017-го с 15 сентября 2018-го. Лучший боксер 2017 года по версии WBA, WBC и популярного издания Boxing News 24.com. Занимает первое место в рейтинге лучших боксеров всех времен и народов вне зависимости от весовой категории. А также второе место в рейтинге лучших азиатских боксеров в истории спорта по версии BoxRec. А также заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. Победитель множества международных турниров. Семикратный чемпион Казахстана. Чемпион мира среди молодежи 2000-го года. Победитель первой спартакиады Республики Казахстан 2001-го года. Победитель Кубка мира среди нефтяных стран 2001-го года. Чемпион третьих восточно-азиатских игр 2001-го года. Головки неизвестен как мощный техничный панчер и нокаутер, выигравший большинство своих поединков досрочно. Он одержал 23 победы нокаутом подряд в течение 9 лет. С 22 ноября 2008-го года по 18 марта 2017-го года. Занесен в Книгу рекордов Гиннеса за самый высокий процент нокаутов в истории среднего векса от 19 октября 2020-го года на Уэйнбек машин. Побил рекорд Бернарда Хопкинса по общему числу успешно защитить чемпионского титула в среднем весе, защитив его 21 раз по состоянию на 2022 год. И все это Геннадий Геннадьевич Головкин. Парень с майку Дука. От перекрестка мы вышли к аллее с высокими деревьями. Эта аллея ведет к автостанции майку Дука, но не доходя до автостанции, которую мы конечно обязательно посмотрим, сейчас свернем направо, спросите зачем. А вы уже сами видите, что за этим забором находится школа. Калитка зовет нас, приглашает, как бы заходите, посмотрите. И это школа номер 65. Именно в этой школе учились ребята с 14 микрорайона. И конечно герой нашей сегодняшней пешей прогулки Геннадий Головкин. Ну что ж, заходим в школу. Конечно по школе будет интересно походить и многим из вас, дорогие земляки, кто жил когда-то в этом 14 микрорайоне, а сегодня живет где-то за тысячи километров в другом городе, в другой стране. Учился также в этой школе. Смотрите, вспоминайте свои школьные годы, своих одноклассников, учителей, как привели когда-то вот такими малышами ваши родители вас в первый класс. А вот информационный стенд с гордым названием Король Бокса Джи-Джи-Джи. Наш ученик с фотографиями Геннадия, чтобы глядя на этот стенд, сегодняшние ученики понимали, что у них впереди открывается весь мир возможностей. Надо только учиться, стремиться, что все зависит от них самих. Конечно это хорошая мотивация для школьников. Сейчас походим по калидорам и классам школы, где Геннадий, будучи еще школьником, не зная наверняка какое будущее его ожидает, учился, как и все пацаны 14 микрорайона. И так далее, пока у вас не получится. Кто желает пойти к доске, найти мне первое. Каплю, куку мне, в какой части может быть. Кто желает пойти к этому сенту, я, хочу сказать, что вы можете быть. Субтитры создавал DimaTorzok Кто такой учитель и как приходилось сидеть 45 минут в ожидании звонка на перемену и как бежали потом в столовую, а столовая 65 школе, как видите, огромная. Я не знаю, как это было в 80-х, 90-х школьных столовых, пишите в комментариях, но когда я учился в 70-х годах, для младших классов до прихода учеников столы были уже накрыты. Тарелки с первыми, вторыми блюдами, стаканы с напитками, хлеб, все было уже на столе. Чем нас кормили? Борщ, суп первое, макароны, гречка, рисовая каша на второе, чай, компот, булочки. Да, хлеб был бесплатный, бери сколько хочешь, родители сдавали по 1 рубль 20 копеек каждый месяц, ну а старшеклассники стояли в очереди, самостоятельно выбирали блюда, ну в общем в этой столовой обедал сам Геннадий Головкин. Ну все, поели, перемена заканчивается, пора на физкультуру. Спортзал также находится на первом этаже, у выхода со школы, чтобы зимой школьники с лыжами не ходили через всю школу. Нас встречают две большие высокие стеклянные витрины, битком набитыми спортивными наградами и кубками, которые говорят, что учащийся этой школой уверенно побеждает во многих спортивных соревнованиях и фотографии школьных чемпионов мы видим на стене. Ну это и не удивительно, ведь в этом спортзале занимался на уроке физкультуры сам Геннадий Головкин. Он хорошо играл в футбол, баскетбол, участвовал в спортивных соревнованиях и всегда стремился побеждать. Побывали в классах, где учился Геннадий, в столовой, где обедал, в спортзале, где со своими одноклассниками не только находился во время уроков физкультуры, но и много времени вне уроков, ведь он был спортивный парень, участник многих школьных спортивных соревнований. Теперь обойдем школу, посмотрим территорию. Наверняка те, кто учился в те давние года, помнят, ведь тогда школьники сами занимались благоустройством территории школы. Сажали деревья, зимой убирали снег, весной белили бордюры. Учителя приобщали тогда к труду. Да, и учителя имели тогда авторитет. Ни одному родителю тогда не приходило в голову ругаться с педагогом, что, мол, почему моего сына или дочинку заставляете работать? Родители с учителями были в союзе. Ведь они понимали, что от этого зависело, кем станут их дети. На первом месте стояла скромность, уважение к старшим и умение жить в коллективе. Те ребята, кто знал лично Геннадия, отмечают, что в детстве Геннадий был таким же скромным парнем, каким является и сейчас. Хоть и имеет кучу спортивных достижений. А вот и автостанция Майкудука, которая в те далекие времена была конечной станцией всех автобусов. Ну и, соответственно, отсюда уходили автобусы по всем направлениям в другие районы города. Здесь же Геннадий садился в автобус, чтобы добраться до первого училища, где он занимался боксом. Ну, отсюда же, соответственно, доехав на автобусе, возвращался с тренировок домой. Куда мы сейчас с вами и отправимся? Путь его лежал вон в том направлении. Ну что, пойдемте к дому, где жил Геннадий Головкин. Субтитры делал DimaTorzok вот зашли сам микрорайон кто здесь жил когда-то тому будет я уверен интересно посмотреть на свои дома детства юности ведь среди зрителей есть такие которые переехали 14 микрорайонов 90-х начала двухтысячных прошло уже много времени смотрите вот ваш двор вот ваши дома а кто не знает что такое мой кудук посмотрите в каких вот дворах вырос геннадий зашли в эти дворы между третьим и первым домом вот по этой дороге геннадий шел к своему дому под номером 11 у этих подъездов на лавочках сидели местные пацаны по вечерам собирались играли на гитарах кстати говорят что гена тоже играл на гитаре напомните ждавте времена практически в каждом дворе собирались ребята играли на гитаре пели дворовые песни а местные жители с балконов слушали помните знаменитую дворовую песню всех времен и народов сейчас напомню чтобы окончательно окунуться в те времена мой кудука 80-х начала 90-х годов хоть у меня и нет голоса и слуха но напеть просто необходимо там где клён шумит над речной волной помните друг из месте говорили мы говорили мы о любви с тобой обустел тот клён в поле бродит мгла а любовь как сон стороной прошла Прошла, а любовь как сон, а любовь как сон, а любовь как сон стороной прошла. И все пацаны запевали. И вот под дворовую песню, которую пели во дворах пацаны, подошли к 11-му дому. Геннадий жил в первом подъезде, в первой квартире, и это неудивительно. Первый подъезд, первая квартира, и он всегда старался быть первым. Ну как тут не сказать слова благодарности его родителям за то, что воспитали такого сына. Гордость не только Майкудука Караганды, но и всего Казахстана. Брату Максиму, который всегда рядом с ним, помогает ему в подготовке к боям. И конечно супруге Алине, которая воспитывает трех сыновей Геннадия. Напомню, что в Майкудуке есть еще и спортивный центр имени Геннадия. Я его уже показывал на канале, кто не видел, посмотрите. Сегодня у нас была пешая прогулка по Майкудуку, где вырос Геннадий Головкин. По Майкудуку, где и сейчас, да и во всей Караганде, сегодня живут абсолютно уверенные в себе и завтрашний день спокойные люди. Искренне проявляющие уважение друг к другу. И на фоне того, что происходит сегодня в мире, человеческие качества карагандинцев как никогда заметны. С вами был Аман Смоголов. Подписывайтесь, кто не подписан. Пишите комментарии. До следующей пешей прогулки по родной Караганде. Всем добра. Пока. Субтитры подогнал «Симон»